МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они еще достаточно маленькие и сложно координировать движения ног, корпуса, рук. То есть это все приходит со временем. То есть самое главное – количество повторений, повторения, повторения, и дальше уже отсюда успех. Многофункциональные бортики в помощь тренерам. Они разделяют зоны и тренировочные станции, усложняют упражнения. Без шайб, виражи, ногами работаем, делаем виражики, поворачиваем, ножки работают. Работают не только ноги, но и весь корпус. Это особенно важно. Помогает научиться управлять своим телом и, конечно, улучшает технику катания. Ее отработке посвящено 60% тренировки. Мы больше уделяем внимание технике, но техника с небольшими допущениями по возрастной группе. Поэтому стараемся указывать, естественно, где правильно, где неправильно сделал, но не акцентируя на это внимание. Быстро вставать, когда упал, и ловко давать пост товарищу. Этому Иван за год тренировок научился. Шестилетний хоккеист уверен, главная надежда команды – вратарь. Занять именно эту позицию на поле – его мечта. Он должен уметь защищать ворота от шайб. Быстро падать я, я шайбу не сделал, не тело ворота. И все. Номер 8. Нападающий. Папа Ярослава Попова тоже играет в хоккей. Мальчик на льду – всего третий месяц. Это его первые шаги в спорте. Мне просто страшно, когда я первый раз пришел, потому что я думал, что там лед тонкий, и там вода под ним. Но теперь Ярослав выходит на лед без страха и даже почти уверенно. А вот упражнение «косичка» дается тяжело. Но это пока. В этом возрасте прививаем любовь к спорту, к хоккею, вообще, к тому, чтобы они умели трудиться. Неважно, это будет хоккей у них в дальнейшем, школа, работа, чтобы они умели трудиться правильно, с удовольствием. Один процент таланта и 99 – трудолюбие. Секрет успеха в любом виде спорта. Хоккей – не исключение. Технику отточат, овладеют клюшкой. И тогда придет время учиться работать в команде. Восьми к девяти годам, в десяти, начинать уже приучать через упражнения, через установку какую-то определенную. А так, да, дети все пытаются забить сами в этом возрасте. Отбора нет в спортшколе Одинцова, рады всем мальчикам без исключения 17, 18 и 19 годов рождения. Главное – желание заниматься хоккеем. Остальному научат тренеры. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.